Эти картины позитивные, яркие, интерьерные, подойдут в качестве украшения квартиры, дома или дачи. Валентина не профессиональная художница, однако любовь к искусству всегда жила в ней. Но раскрыть ее удалось только на пенсии. Случайно познакомилась в электричке с ученицей Ольги Булич, известной художницей, которая делала картины из природных материалов и попала на пушкинские среды. Так приобщилась к флористике. Когда она сказала, Валентина, у тебя есть данные, меня понесло. И вот несло, несло. Потом было горе в моей жизни. Ушел сын 32 года. И чтобы с ума не сойти, Бог мне послал эту способность. И вот я писала картины. Потом заинтересовала меня эпоксидная смола. Я могу сказать, что я сегодня уже начинающий смоленист. Где была, путешествовала, что видела, все передано на полотна. Валентина брала уроки у Сергея Артова, чтобы ее творчество было еще лучше. После стала смоленистом и занялась отливкой из эпоксидной смолы. Из нее украшения, подносы, подставки – все, что просит душа. Еще Валентина пишет стихи, но больше для друзей. Это стихи с натяжкой. Понятно, стишки, но они от сердца. И когда я их читаю, говорят, что это очень нравится людям. И моей подруге, которая мне подарила свою книжку, только для друзей я ее выпускала. Вот она называется «Я в эту жизнь пришла не зря». Потому что я стараюсь людей поддержать в какие-то трудные минуты. И мои подруги, имея эту книжечку, говорят, что в трудное время открываем, читаем, и нам становится легче. Субботний днем в клубе собрались ее друзья, коллеги по пошкинским средам, также художники, с которыми вместе когда-то творили. Творчество Валентины как доказательство того, что для самовыражения не так важно образование, как желание. То, чего требует душа, притворяется в работы, которые радуют глаз, создают настроение, а главное, сама художница чувствует прилив сил и радости. Творчество, которое исцеляет. Валентина рисует душой то, что нравится. Она владеет любыми техниками великолепно. Но самое удивительное, что она не училась ничему. То есть это вот просто талант такой природный. Я уже присмотрела себе тоже вот одну работу. Мне очень понравилось, я ее куплю. Тут вообще выставка продажи. То есть если кому-то что-то понравится, можно будет купить. И я знаю, что уже две картины ее приобрели. Но настолько, я говорю, все великолепно. И по стилю, и по вкусу, и по подборке красок. И вообще вот как-то она сама такой душевный человек. И вот она как-то преобразила тоже все это пространство. Все представленные на выставке работы можно купить. Экспозиция продлится еще три недели. Ее адрес – город Пушкино, Московский проспект, 24. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.